14-летняя воспитанница Дворца спорта «Норд» Виталина Шестакова завоевала серебряную медаль на соревнованиях всероссийского уровня. С 18 по 22 февраля в Екатеринбурге прошли чемпионаты и первенство России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, где юная спортсменка из Наринмара представляла Ненецкий округ. Подробности в нашем следующем сюжете. Сначала мне было страшно, но когда сказали, что я второе место заняла, я очень была счастлива. Виталина Шестакова занимается пауэрлифтингом второй год подряд. Тренируется под руководством опытных наставников Валерия и Елены Мартыновых. Благодаря им, а также своей целеустремленности и самоотдаче, юная спортсменка сумела достойно выступить на соревнованиях всероссийского уровня, заняв второе место и улучшив свой личный рекорд в жиме лежа, подняв штангу весом 75 килограмм. Добавлю, что для Виталина это был первый опыт выездных соревнований. Все-таки хотела первое место, но прошло так. В следующий раз будет первое. Выступила очень достойно. Очень такая целеустремленная девочка. Ей всего 14 лет, а уже она показала очень хорошие результаты, как я уже говорил. Заняла второе место на первенстве России. И по принципу отбора Федерации пауэрлифтинга России, если спортсмен занимает первое, второе, третье место, то они принимают участие на чемпионатах и первенствах Европы и мира. И получается, заняв второе место, у нас Виталина отобралась на чемпионат Европы, который будет в октябре месяце. Говоря о своих планах на будущее, Виталина признается. К 18 годам хочет получить звание мастера спорта и делает все, чтобы ее мечта обязательно осуществилась. И в этом ей помогут тренеры. Тем более, что опыт подготовки будущих чемпионов у них есть. У нас уже есть и победитель первенства мира, это Масеева Анастасия. Потом серебряный и бронзовый призер первенства мира, это моя дочь Анастасия. Потом у нас очень много ребят, которые выполнили кандидатов в мастера спорта. Есть у нас и мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. По словам Валерия Мартынова, пауэрлифтинг, как и тяжелая атлетика, могли бы получить в регионе дополнительные возможности. Для этого необходимо, чтобы эти виды спорта включили в перечень направлений спортивной подготовки.